Надежде Ивановне Павловой 75 лет, более 40 из них она отдала педагогике. Получив высшее образование, устроилась в Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки. А когда вышла на пенсию, ее пригласили возглавить Музей истории в Социально-педагогическом университете. Сегодня ей вручили почетную грамоту главы городского округа Самара и медаль. Хорошо, что труд людей оценивается, я бы сказала, вовремя. Вот сейчас, когда говорят, что патриотическое воспитание срочно налаживают, ничего не надо налаживать. Оно идет десятилетиями. Если люди честно работали, то мы все это помним и передаем новым поколениям. Помимо Надежды Павловой, почетную грамоту главы городского округа Самара вручили Олегу Литинскому, председателю Совета ветеранов Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Самарской области. Благодарственными письмами главы города отметили Елену Долгополову, Наталью Агеиченкову и Лилию Конькову, руководители творческих студий Дворца ветеранов. Торжественные мероприятия, которые сегодня прошло в окружном доме офицеров, приурочили сразу к двум праздникам – Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню. Мы с вами в этом году особо ощущаем праздник Защитника нашего Отечества. Мы много с вами увидели. Какие ребята, герои, достойные, чтобы оказаться в книгах, которые на сегодняшний момент наши журналисты, писатели наверняка уже пишут, для того, чтобы их подвиг прославить во всех временах. Наша задача с вами – это сейчас и здесь поддержать их всеми своими силами. Все собравшиеся в зале – надежный тыл для выполняющих спецоперацию. И хотя здоровье порой подводят, дух не сломлен. Руководители творческих объединений Дворца ветеранов вяжут носки для участников СВО, участвуют в сборе гуманитарной помощи. Виктория Шаре, Константин Головин. События.